Накануне в московском шатре Рамадана у мемориальной мечети состоялся вечер Лакии. Мероприятие посетили порядка 800 человек, среди них ученые и богословы, представители медицины, науки и образования, а также бизнесмены и спортсмены. На протяжении уже 12 лет шатер Рамадана располагается у мемориальной мечети. За эти годы шатер стал своего рода визитной карточкой мусульманской Умы Москвы. На каждый день благословенного месяца готовится программа, включающая в себя целый ряд просветительских и национально-культурных мероприятий. На вечере Лакии гости познакомились с богатой историей народа, узнали о роли лаксов в распространении ислама на Кавказе. В программу также были включены выступления богословов. Айша, ради Аллаха, спросила посланника Аллаха, о посланник Аллаха, если я увижу, если я пойму, что это ночь предопределения, с какой мольбой я обращусь к Всевышнему Аллаху. И посмотрите, как отвечает пророк, салалу Аллаху алейкум, он говорит, ты скажи, Айша, Аллахумма, имна каахугум, ухикбул афу фааку анни. О, Аллах, ты прощающий, любишь прощение, прости же меня, прости же мне мои грехи. В рамках вечера для гостей были представлены исторические сценки и рассказы о национальных костюмах. В насыщенную программу вошли показ медиароликов и ужин разговения с блюдами дагестанской кухни. Проведение мероприятия взяли на себя активисты молодежного объединения ЛАКИА. Вечер по праву можно назвать народным. Сбор средств на организацию Ефтара проходил в социальных сетях. Мне очень сильно помогли люди, чувствую эту поддержку нашего народа, которую они оказали. Я бы хотел всех их поблагодарить за то, что они сплотились и сумели мы вместе провести такое масштабное мероприятие. Во-первых, это любовь к своему народу, любовь к моим братьям и сестерам друг к другу. Именно это сплачивает нас в такие моменты, в такой священный месяц. Поэтому я очень рад. Завершился вечер викторины аллакских ученых-богословок, чтением нашидов и неформальным общением. В планах у организаторов продолжать добрую традицию.